всем привет с вами Эльдар Муртазин и поговорим мы сегодня про Pixel 8 Pro. Pixel 8 Pro я купил в Сингапуре буквально на старте продаж, попользовался им пару недель и у меня есть куча всего, что я могу сказать, наболевшее, как говорится. Компания Google так и не умеет создавать смартфоны, и этому есть множество причин. В частности, компания Google использует не последние компоненты, компания Google не умеет работать с фотографией. Да-да-да, я знаю, что вы сейчас скажете. Нет, они умеют работать с фотографией. Нет, они не умеют работать с фотографией. И купив Pixel 8 Pro я столкнулся с несколькими вещами, про которые хочу подробно поговорить, потому что я давно не сталкивался. Мне нравится, во-первых, сразу хочу признаться, мне нравится дизайн пикселей. В трех цветах Obsidian черный, порслейн, фарфор такой темно-коричневый. Ну и вот голубенький у меня. Цвет называется, насколько я помню, сейчас скажу, Bay. То есть вот голубенький. Голубенький мне понравился больше всего. Я взял мне базовую модель. Я взял модель на 256 гигабайт. Да, базовая модель, не на 256 гигабайт. Про это тоже стоит помнить. Она начинается от 1000 долларов в США. Этот стоит 1059 долларов в США. Но покупал я его в Сингапуре, обошелся он мне примерно в пересчете на доллары 1150-1200 долларов. Что-то такое. В общем, цена флагмана. Цена, скажем так, выше, чем Galaxy S23 Ultra сегодня. Про качество фотографий поговорим. Но пока давайте посмотрим на него вблизи и на комплект поставки. Очень недорогая коробочка в стилистике пикселей. Ну, что тут сказать. Действительно очень недорогая. Такая была наклейка. Переходник USB Type-A, точнее Type-C на Type-A, если он вам нужен. Кабель USB 2.0, Type-C с двух сторон. Маленькая инструкция и, собственно говоря, все. Зарядного устройства по недоброй традиции компании в последнее время здесь нет. Поддерживает он зарядку 30 Вт от Google. Google заявляет, что поддерживается Power Delivery. Кстати, беспроводная зарядка поддерживается. Но если мы говорим про Power Delivery, Power Delivery 3 поддерживается своеобразным образом. То есть за 40 минут можно батарейку здесь зарядить полностью стандартной зарядкой от Google. А вот все остальные зарядки будут работать достаточно медленно. Например, зарядка на 65 Вт с поддержкой Power Delivery 3.0. Она за 60 минут зарядит его на 89%. А полностью он зарядится за 75 минут. Что, конечно же, плохо. Беспроводная зарядка стандарта ШИ. Но про это тоже поговорим отдельно. Голубенький цвет. Очень мне нравится. Это Corning Gorilla Glass Victus 2. Сатинирование имеет закругление. Алюминиевая рама, алюминиевая вставка. И тут вот мы приходим к тому, что не было чехлов в наличии. Я не таскал его с другими телефонами. Но посмотрите, вот здесь царапины, заломы и не ронял, к слову сказать. Заломы прямо для нового аппарата, которому две недели и над которым я не трясся, но очень аккуратно его использовал, потому что думал отдать его своему товарищу. Но, в общем-то, здесь все как-то очень непристойно и неприлично. При этом следы на хромирование боковом остаются от пальцев. И следующий момент, который мне кажется вот для пикселя крайне немаловажен. Давайте посмотрим на него. Это одна сим-карта. Е7, да, поддерживается, но одна физическая сим-карта, вне зависимости от того, где вы его покупаете. Ну, в общем-то, вот выглядит он так. Датчик отпечатка вписан в экран, работает хорошо. Пожалуйста, тут не на что. Это достаточно компактный в руках, то есть в руках он лежит хорошо. Ну, наверное, надо поговорить про экран, потому что это то, на что мы обращаем внимание всегда. Матрица OLED-овская, LTPO, 120 Гц, 1600 нит, поддерживает в среднем, пиковая яркость 2400 нит, 6,7 дюйма. Разрешение отличное, 1344 на 2992 точки, 20 на 9, ну и, как вы понимаете, Corning Gorilla Glass Victus 2. Значит, что я хотел бы сказать вам по поводу экрана. Давайте посмотрим на экран. У меня установлена адаптивная яркость. Если, ну, можно включить темную тему. Делать мы этого не будем. Зачем? Ночная подсветка. Ночная подсветка – это фильтр синего, по сути. Адаптивная регулировка цветов. Они могут быть натуральными, может быть вот такая. Разницы вы фактически не видите. Можно оставить адаптивно. Разрешение экрана может меняться. Ну, то есть оно может быть высоким, может быть исходным. При этом высокое разрешение вас несколько смущает, потому что исходное выше. И в этом, значит, ну, в общем-то, некий камень преткновения. Когда я говорю о том, что Google мало чему учится, я хочу сказать, что флагман за такие деньги, больше тысячи долларов, плавный экран, нельзя менять настройки. И более того, несмотря на то, что это LTPO-матрица, которая в теории поддерживает герцовку от 1 до 120, здесь от 60 до 120 Гц. Можно повысить чувствительность экрана. Расход энергии в данном случае растет. Значит, ну вот, как я уже говорил, 256 ГБ у меня. Ну, я не могу сказать, что мне нравится как устройство, насколько оно по экрану классное. Потому что вы видите, что вот сейчас экран, несмотря на то, что у меня яркость выкручена практически целиком, он не самый яркий. Это хорошо видно по фотографиям. Давайте посмотрим какие-нибудь фотографии дневные, например. Вот, допустим, человек. Так, вот эта дневная фотография, она более-менее хорошо читается. Она сделана на пиксель. Но, допустим, мы уберем яркость хотя бы наполовину. Адаптивная работает. Ну, вот тут чуть больше половины. Ребят, ну, это нечитаемо вообще. Ну, то есть фотография нечитаема. Можно разглядеть человека, но это некомфортный уровень. Это адаптивная подсветка. Когда мы на максимум выкручиваем, да, это читаемо становится. Это уже хорошо. Но сказать, что вот это правильно настроенная адаптивная подсветка экрана, нет, нельзя ни в коем случае. Экран в этом плане уступает и Galaxy S23 Ultra и даже iPhone, в общем-то. Айфоны не так агрессивно снижают яркость. На мой взгляд, это большой минус для пикселя. Минус, про который мы еще многократно услышим. Ну, вообще, мне не нравится, как пиксель обрабатывает картинку на экране. Я считаю, что они могли бы лучше. Другой момент связанный, то есть экран при этом плоский. У него практически незаметное закругление здесь. 2,5D, то, что называется, рамки тонкие. Но, опять-таки, это не играет большой роли. Фронтальная камера 10,5 мегапикселей, неплохая по качеству. Основной набор камер, мы к нему вернемся еще. Память 128, 256, 512 терабайт. Везде оперативной памяти 12 гигабайт. Карт памяти, естественно, нет. Ну, и UFS 3.1. О чем хотелось бы поговорить? Производительность. Это Google Tensor G3, производная от Exynos Samsung. И GPU Immortalis G715, если это вам о чем-то говорит. Теперь тесты. Само устройство работает достаточно неплохо. В тестах мы не видим каких-то засад. Ну, вот Geekbench, например. Pixel 8 Pro показывает себя ниже, чем Galaxy S23 Ultra, например. Но вот это, вот это ужас ужасный. Троттлинг на этом аппарате, во-первых, нагрев. Нагрев не очень высокий. То есть больше 37-38 градусов корпус не греется. Но троттлинг происходит практически моментально. И в этом плане мы видим, что аппарат работает прям не очень хорошо. Миллион сто тридцать восемь тысяч. Это та производительность, которую мы получаем. Виртуальных попугаях не очень много. Они не типичны для флагманов. И по производительности это решение не очень хорошее. Понятно, что Tensor G3, а и вычисления здесь поддерживаются на хорошем уровне. Но проверить этот уровень не представляется возможным. То есть сама производительность этого решения не очень хороша, на мой взгляд. Если мы говорим о камере, то камера этого аппарата мне нравится тем, что она снимает неплохо. Но это отнюдь не лучший аппарат. Давайте посмотрим. Сложная схема. Я зашел в кота-кафе. Хотел сфотографировать кошку. Ну вот, эта кошка еще куда не шла. Эта кошка двигалась в расфокусе. Фактически, пожаловаться на фотографии невозможно с одной стороны. С другой, они... Ну вот вы видите, там фронтальная камера, например, в снежный день в Москве. Она не очень сработала. Вот этот снимок вообще ни о чем. Да, он размыленный. Следующие снимки ничего. Чистые пруды, но тоже снято так в себе, скажем. Я не в восторге от камеры. И если посмотреть на какие-то снимки, да, они получаются неплохими. Но они однозначно проигрывают тому же Galaxy S23 Ultra. И было слепое сравнение этих аппаратов. Выиграл там только вот портретный режим, собственно. Все остальное и то, да, это автоматические настройки. Все остальное заметно хуже. Заметно хуже и ночная съемка, в общем-то, не алло. То есть мы видим здесь как бы размытие. Не обрабатывается, постобработки нету. И это проблема. Проблема, потому что Google начинает отставать от прямых конкурентов. Отставать заметно. На мой взгляд, дайте собаку посмотрим. На мой взгляд, это совсем неправильно. Вот. Или вот, например, у нас тут был человек, курящий трубку. Характерный персонаж. При съемке определяла лицо, фокусировалась на нем. Ну вот, я могу размыть фон, например. Мне вот не нравится, что приходится менять, скажем так, ориентацию при этом. То есть вы видите, да, мы размываем фон для того, чтобы выделить этого человека. Вот такие фишки, они хороши, в принципе. Но не более того. Не хочу размывать фон. Скажем так, камера снимает неплохо. Да, это уровень флагманов. Но сказать, что она выигрывает у других флагманов нельзя. 50-мегапиксельная камера имеет как достоинства, так и недостатки. Но недостатков достаточно много. Мне качество снимков на эту камеру не кажется самым-самым идеальным. Зум пятикратный. Ультраширокоугольный объектив, соответственно, тоже снимает достаточно неплохо. Есть оптическая стабилизация как для основной камеры, так и для оптического зума, что неплохо. Есть возможность, фишка Best Take, когда вы делаете сразу несколько снимков, по сути, и у вас аппарат дальше предлагает лучший снимок, где не было каких-либо проблем. Давайте еще покажу настройки. Вы видите, что мы видим настройки в реальном режиме времени, можем выбрать те или иные, если они нужны. Из фишек дополнительных я записал видео про термометр, про то, как он не работает, про Google Фото редактирование, волшебный эластик и новые волшебные фишки про убирающие звуки. Посмотрите их отдельно. Собственно, кроме этого, здесь, ну и Android 14, который достаточно пустоват, здесь ничего нет. Двухдиапазонный GPS, работает неплохо. Аппарат достаточно, ну вот я ничего не делал на нем, он достаточно сильно разогрелся. Ну, это такое, тепло отводится быстро, 38 градусов, как я уже говорил, максимально. Батарейка 5050 мАч, заявлено 24 часа работы. Ну, у меня он работает достаточно неплохо. Двое суток, три часа работы экрана. Примерно так. Есть беспроводная зарядка, есть реверсивная беспроводная зарядка. Ну, одним словом, все, что нужно, здесь присутствует. Давайте его послушаем. Потому что это тоже... Так, не история уведомлений, мне нужны звуки. Сейчас. Звуки. 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 Я думаю, что вы уже поняли, почему я достаточно сильно ругаюсь на этот аппарат в каких-то моментах, несмотря на заявленные стереодинамики, динамик вот здесь на нижнем торце, второй практически не слышно, если его что-то прикрывает, вы уже ничего не слышите. Ну, в общем-то, за свои деньги аппарат получился очень дорогим, а зная, что пиксели проблемные аппараты, у них всегда что-то работает не так, что-то отказывает, экраны и так далее, память, ну, в общем-то, странный аппарат за свои деньги. Как, скажем так, флагман, он точно не тянет, это скорее модель среднего сегмента с какими-то отдельными фишками. Полный обзор появится на сайте в скором времени, так что следите. На этом все, удачи и хорошего настроения. Пока!